Комичный эпизод из фильма «Свадьба в Малиновке» на самом деле весьма точно отражает ситуацию с деньгами в то непростое время. Подробнее об этом можно узнать на выставке «Деньги революции и гражданской войны». Летом этого года мне попалось исследование серьезное, историческое, на тему финансов годы войны и революции. И поступило предложение от коллекционера, у которого эти знаки есть, сделать совместный проект. В ходе работы над экспозицией количество участников увеличилось. Выставка открылась благодаря коллекционерам Михаилу Газину, Олегу Цареву и Алексею Кубаткину. Привлекает мое внимание банкноты, допустим, Дальнего Востока, которые были заказаны еще, по-моему, даже временным правительством, но не срослось. Они поступили уже гораздо позднее, при Колчаке. Это вот, допустим, очень красивое оформление, я имею в виду. Они заказываются в Америке, то есть американского типа. То есть фактически у американцев свой своеобразный рисунок, ну, как доллар, грубо говоря, что-то похожее. На этой выставке каждый посетитель сделает для себя немало интересных открытий. Петенька, Катенька и российский рубль образца 1898 года. Потому что при том хаосе, который существовал, эти деньги были самыми уважаемыми. Ну, просто потому, что у них было самое высокое качество печати, самая высокая степень защиты. Вот. Надо сказать, что их печатало царское правительство, потом временное и потом советская власть. От этих денег не отказывались вплоть до 22-го года. Есть тут и образцы, которые наверняка стали прототипом тех, что фигурировали в упомянутой нами свадьбе в Малиновке. Денежные знаки повстанческой армии Украины, то есть батьки Махно. Он тоже считал себя правителем, значит, у него тоже должны были быть деньги. Он использовал те купюры, которые были у него под рукой. Здесь мы видим, в общем-то, царские купюры. И вот то, что здесь сделано, это называется надпечатка. Когда ты берешь, собственно, купюру просто как бумагу, как носитель, и здесь печатаешь номинал, да, ну и себя любимого в том числе. Впрочем, как выясняется, в качестве денег порой использовалась практически любая бумага. Были даже деньги, вот в Якутии тоже был денежный голод, и использовали, как этикетки винные. То есть они тоже имели хождение, как вот деньги. Вот здесь мы видим, допустим, денежные знаки Атамана Семенова. Они вообще говорили, что они печатались на обойной бумаге красками для крыш. То есть они вообще односторонние, у них та сторона вообще простая, белая, чистая. И потом, так как они напечатаны были, а хождение практически не получили, этими вот денежными знаками при приплете оборачивали книги в библиотеках Сибири и Дальнего Востока. По оценкам специалистов, 17-го до начала 20-х годов прошлого века в обращении находилось от 5 до 20 тысяч разновидностей бумажных денежных знаков, в том числе и в соседних республиках. Образуются определенные правительства и на территории Кавказа, как вот в данном случае мы видим, да, деньги. Есть Бакинская республика, вот Совет Бакинского городского хозяйства есть, а есть Азербайджанская республика. То есть и они даже ходят, ну то есть вот это 18-й год, вот это вот 20-й, а до второго уже новый образец и новая власть. Нет сомнений, что выставка вызовет самый живой интерес у посетителей музея-заповедника Горки-Ленинский, а у коллекционеров уже новые планы, благо количество купюр и монет в собственном собрании позволяют их строить. У меня же не только этот период гражданской войны, у меня и современные, и Германия есть, то есть не только, ну я так думаю, что 500, наверное, точно будет. Хотелось бы немножко расширить, допустим, советский период, вот когда начало еще становления рубля, там вот денежные реформы, чуть-чуть поподробнее как бы так вот разложить, можно было бы вот так вот тоже организовать, я считаю. Выставка доступна всем посетителям музея, кабинет и квартира Ленина в Кремле. Она будет работать до середины 2024 года. Максим Козлов, Максим Константинов. Видное ТВ. Максим Козлов, Максим Козлов.